Сейчас отечественные предприятия обеспечивают лекарствами республиканское здравоохранение всего на 30%. К 2015 году этот объем необходимо довести до 50%. Развитие фарм-отрасли дело трудоемкое и дорогостоящее, но только так можно стать конкурентоспособными и сделать лекарства более доступными для казахстанцев. Лекарство, цена его зависит от объема выпуска. Мы сегодня говорим, объем выпуска это 170 миллионов, это рынок таможенного союза. Мы сегодня, когда выпускаем на 15 миллионов населения, конечно, лекарства немножко цена. Поэтому лекарства дорожать не будут от этого. Поэтому от увеличения объема выпуска лекарства дешевеют. И всегда отечественное производство дешевле, чем импортное. Чтобы своего было больше, нужны иностранные инвестиции и опыт флагманов фарминдустрии. Один из таких инвесторов несколько дней назад стал владельцем 60% акций Шимкенского химфармзавода. Контрольный пакет акций выкупила международная фармацевтическая группа «Польфарма», имеющая собственный институт разработчиков с большим штатом ученых. В активе компании уже более 300 наименований собственных товаров, еще 400 в разработке. Большинство из них после реконструкции будут выпускать на Шимкенском химфармзаводе. Смена руководства не станет причиной подорожания производимых лекарств, обещает новый руководитель предприятия. Я бы сказал, что привлечение новых лекарственных средств, увеличение мощности производства в Шимкенсе, оно позволит тоже на уменьшение цен там, где это возможно и нужно тоже для населения, для пациентов. Подешеветь продукция фармацевтических предприятий может, если снизится ее себестоимость. А для этого нужно значительно увеличить производство и сделать более востребованной в других государствах. Для достижения этих целей уже разработана специальная государственная программа, рассчитанная до 2014 года. Ирина Притулок, Амила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отерар».